Здравствуйте! Вы на канале Кухня Садовода. Вот сегодня я хочу вам показать, как я выращиваю в улитках рассаду перца. У нас уже много видеороликов есть на эту тему, очень нравится мне этот способ, очень мало места занимает, не надо никаких кассет, никаких ящиков, для которых нужно много места. У меня пожалуйста 19 числа я замочила семена перца, сейчас я вам покажу как я это делала. Вот в обычной миске хлопчатобумажные или марлевые такие вот кусочки, сделала как мешочки и закрутила обычной ниткой, смочила их. Вот далее завязала мешочек, поставила в теплое место и ждала когда семена проклюнутся. Проклюнулись они буквально где-то на четвертый день, на четвертый, на пятый какие. Значит сейчас я вам покажу какие тут семена. Вот в основном те, которые были с крючочками, я их посеяла, эти оставила. Вот вы видите, что вот уже какой росток большой, потому что они были посеяны 19 числа. Здесь также. То есть можно еще куда-нибудь посеять, но мне уже как бы и не надо, потому что много я уже улиток накрутила, но предварительно семена я обработала марганцовкой, обеззаразила. Несколько слов из чего сделана улитка. Использованные пакеты с грунтом нарезаю на полосочки и еще вот такая полосочка поролона, типа поролона. Вот такой тонкий материал. Две полосочки, насыпаю землю, увлажняю ее, раскладываю семена уже с крючочками и сворачиваю вот так просто делаю улитку. А затем, вернее сверху еще насыпаю земельки, чтобы эти семена были прикрыты, опрыскиваю и заворачиваю улитку. Дальше внизу закрепляю улитку резинкой, вверху также закрепляю и в пакетик, чтобы земля не высыпалась. И потом ставлю в какую-то емкость. Все, улитки сделала. Побрызгала, еще немножко земельки подсыпала, вернее поставила теплое место. Ну у меня котел, я на котел поставила вот в этих горшках. Буквально через дня три уже начали появляться крючки. Вот эти у меня улитки были сделаны девятнадцатого, вернее не девятнадцатого, девятнадцатого я только посеяла семена, где-то числа двадцать, наверное, третьего или двадцать четвертого я их уже посеяла. Так, значит, эта улиточка была сделана двадцать второго числа, вот как раз в благоприятные дни, когда можно было сеять семена. Вот мы тут видим, что только появляются, некоторые уже появились росточки, а некоторые крючочки только видны, они появляются. И еще таких улиток у меня много стоят на котле, также в ямкостях, еще там нет как бы росточков. А у некоторых есть, сейчас я вам покажу. Вот видите, вот уже появились ростки. Теперь нужно брать этот пакет и уже ставить на светлое место, чтобы ростки не вытягивались. А также вечером нужно убирать уже в такое более прохладное место, потому что вечером у нас уже темно и тепло. Чтобы росточки не вытягивались, убираем в прохладное местечко. Вот и буквально за сегодняшний день вот так они хорошо-хорошо начали появляться. Вот сколько сейчас я достану, так удобнее будет посмотреть. Вот видите, но эти ростки, они были, значит, почему они так уже быстро пошли, потому что были семена уже хорошо наклюнутые, вот уже хорошие росточки были. И вот уже буквально за сегодняшний день, смотрите, что происходит. Вчера они еще были только крючочки, а сегодня уже все. Значит, все эти пакеты я ставлю уже на хорошо освещенное место. Ну и конечно же, когда начинают прорастать росточки, немножко земля поднимается. Нужно следить, может быть даже подсыпать земли и следить, чтобы не было сухой, так как корешочки находятся не глубоко, они буквально вот здесь вот семена посеяны, они буквально где-то может быть полтора сантиметра от края, вот посеяны семена. Поэтому, значит, корешочки они, чтобы крепко держались, можно подсыпать земельку и следить за влажностью. Почему мне нравится этот метод? Во-первых, экономия места, а во-вторых, у меня уже рассада будет подрощенная и я, когда позволит уже погода, погодные условия, я буду высаживать надоращивание в теплицу. В теплице я уже смогу подкормить ее, подрастить и потом уже высаживать с комом земли в открытый грунт. Если у кого-то нет теплицы, значит, можно подождать, пока земля немножко прогреется, пока позволят погодные условия сделать парничок и под пленку высадить рассаду на доращивание. А можете высадить уже ее как бы на постоянное место, потом уже, когда погодные условия позволят, открыли парничок свой, пленку убрали и вот, пожалуйста, у вас, если вам там небольшое количество надо этих кустиков и она у вас дальше растет. Если вы хотите вырастить свою рассаду перца, но еще это не сделали, я вам расскажу, как можно быстро сделать. Значит, взяли или кассеты, или ящички, в которые вы будете сеять семена, пролили горячей водой грунт, обязательно должна стечь вода лишняя, должны быть дренажные отверстия. Далее сеете сухие семена перца, присыпаете грунтом и можно пролить легкой марганцовкой. Вот это вам и будет как раз обеззараживание семян. Далее вы, вот так как я пленкой закрывала свою миску, вы пленкой или что там у вас еще есть, кульки какие, накрываете и ставите ящики или кассеты в теплое место. Семена быстро прорастают, буквально на четвертый день. Конечно, при условии, если у вас семена свежие и все, дальше делайте то же самое, что я вам рассказывала. Ну вот и все, я вам вкратце рассказала, как выращиваю в улитках рассаду перца, желаю вам вырастить хорошую рассаду. А сегодня все, с вами была Татьяна, до свидания, до следующих встреч.